Всем привет, с вами Том, и сегодня у нас будет распаковка и обзор куклы Трикси Уламун из коллекции Dress Up Equestria Girls Rainbow Rocks 2014 года выпуска. Всего в этой коллекции выходило 6 кукол, Трикси, Sunset Shimmer, который был на канале, Applejack Rarity, Pinky и Sapphire Shores, причем двух последних, кажется, так и не привозили к нам в Россию. В общем, для этих кукол является то, что, кроме самой куклы, нам войдет дополнительный наряд, платьица и обувка. Стоимость таких кукол составляет от полутора до двух тысяч рублей, и давайте посмотрим нашу Трикси поближе. И начнем мы наш обзор, как всегда, со смотра коробки, в которой находится кукла. Первое, что мне бросилось в глаза при покупке, это вот этот вот рисунок, который находится вот здесь на углу и на карточке персонажа. Дело в том, что это тот же самый арт, который выходил на коробке первой куклы Трикси, обзор на канале был уже больше года назад. В этом ролике эта кукла тоже обязательно будет, я, естественно, хочу их друг с другом сравнить. И они, очевидно, решили не платить художникам лишние деньги и не перерисовывая, взяли ту же самую картинку. И та же самая поняшка. На обратной стороне использован уже новый вектор в том костюме, который идет в этом комплекте. С шапкой-цилиндром, вот этими модными босоножками. Тут, конечно, платится индивидно, потому что наклейка наклеена. Ну, это новый арт, но, очевидно, на угол они решили не перерисовать. На наклейке, кстати, написано «Помоги Трикси создать стильный образ перед рок-концертом. Посмотри, сколько у нее модных платьев, аксессуаров для этого, все, что нужно рок-звезде». Такая вот у нас Трикси рок-звезда, больше никаких надписей по-русски у нас здесь не имеется. Вот, и да, действительно, у нее два комплекта одежки. Одно платьица на ней, и одно в комплекте, и две пары обуви. Давайте откроем эту коробочку и посмотрим на нашу куклу поближе. Достали мы нашу Трикси, и в комплекте с ней идет ее цилиндр. Очень интересный, я заметила, что на нем, знаете, такие ушки, типа кроличьих, нарисованы очень забавно. И различные нотки, звездочки и прочее. Очень миленько смотрятся. И на задней стороне у нас отверстие, очевидно, его можно будет вставлять на одно ушко. Сейчас попробуем. Да, я все думала, как же оно будет, как же этот цилиндр будет крепиться на кукле. Оказывается, все просто. Он просто прикрепляется к... ну, на ухо надевается, в самом натуральном смысле этого слова, и держится таким образом. Я думала, почему-то, что он может быть на резинке, будет нет. Он сам сделан из пластика, такого достаточно мягкого и приятного на ощупь. Также у нас в комплекте идет второе платьице и вторая пара обуви. Туфельки тоже очень здоровские, с различными звездочками, такими... да, звездочек тут много. Звездочка на... ну, точнее, не звездочка, а ее кьюти-марка на подошве, причем подошва не покрашена. Вот, и такие различные волнообразные линии. Разрез тоже у нас идет сзади. Вообще, очень красивый дизайн, такой изящный. И у первой, и у второй ее пары комплекта одежды. Вот, и платьица тоже со звездочками. У меня оба платьица со звездочками. Вот в этих вот дресс-ап куклах у них, у многих были достаточно скромные вторые платья. Но вот Сансет и Трикси дизайнеры положили оба интересных платьица в комплекте. Вот, и давайте, наверное, посмотрим первый комплект, и потом перейдем ко второму. В первом комплекте мне еще бросилось в глаза то, что у нее здесь самый настоящий корсет. Причем он действительно закрепляется сзади на такой кнопочке, ну и как все топы, да, и его можно снять. Достаточно симпатично смотрится. И там идет платьица на липучке, которая тоже, естественно, снимается. Вот, платьица в звездочках тоже все такое красиво. Оно, в принципе, и без вот этого смокинга, корсета, корсета смокинга, он вот сзади еще с этими с лепесточками, как смокинг, да. Вот, тоже, естественно, резиновая, мягкая резина. И желтые типа рюшечки такие прорисованы, да. Вот, платьица со звездочками. Ну, это обычная ткань, которая используется в платьях кукол. Тут больше ничего не добавишь. Причем у нее застегивается и на спинке, и на шее. Вот тут вот тоже такой модный у нее дизайн, достаточно красивый. Горлышко тоже застегивается. И тут еще у нее такой фиолетовый бантик на платье. Сейчас мы обратно оденем ей топ. Точнее, корсет. Очень такой изящный дизайн. Так. Вот так вот. Значит, вот у этих кукол интересная особенность. У них разноцветные ножки. В случае Трикси одна голубенькая, причем другого цвета, чем руки. И вторая желтая, да. И причем, как бы, ну, будем считать, что это разноцветные колготки. Потому что другого логического объяснения у меня нет. Вот. И туфельки первые у нее. Из такого же материала, из такого же пластика, как корсет и шляпка. Они тоже достаточно мягенькие. И вот эта вот ее такая лямка, да. Она вокруг ножки обвивается. И, в принципе, легко снимается туфель. И смотрится это достаточно эпично. Такая туфля, которая одевается и запутывается вокруг ножки. Тоже со различными звездочками. Очень много звездочек. И вот этот перед, это тоже многослойные такие звездочки, звездочки, звездочки. Просто везде всякие звездочки. Так. И одеваем туфельку обратно. И она легко, в принципе, одевается и так обвивается вокруг ножки. Значит. И вот тут вот пора. Пришла сравнить ее с первой куклой Трикси. Дело в том, что у них немножко разные прически. Если первая у нас шла, ну, базовый цвет, в принципе, одинаковый. Но тут у нас ее рэмбоу прядки были такие более насыщенные фиолетовые и синие. То тут у нас темно-синяя прядь под цвет платья. Каниколон вот в этой новой кукле явно мягче, явно приятнее, но его явно меньше. Ну, если распустить, вряд ли наберется такая же копна, как у этой вот Трикси. Тут просто, конечно, много лазу было. Но надо их, конечно, с кондиционером расчесывать, потому что они немножко спутываются, когда их много и они пушистые. И тут интересный еще момент. Вот эта вот челка, кстати, тоже двухцветная, в отличие от первой куклы. У нее она была заколотой резиночкой и, соответственно, у нас получилась такая... В общем, челку надо явно причесывать, потому что после резинки она красиво не ставит. Это ее прядь у Трикси, да? Ну, я хвост не буду ей распускать, но есть у меня мнение, что там волос, конечно, не особо много. Ну, в плане лысенька достаточно будет, я ее распускать не буду, потому что потом я и так красиво уже сама не заплету. Не в жизнь. Вот. И еще заметила, что очень много каниколонов прямо лезет с куклы. Как-то все печально. В прошлых куклах такой беды прям не было, что прям берешь куклу и с нее уже прямо все сыпется. Вот. И давайте сравним макияж обеих кукол. Значит, и вы знаете, я хочу сказать, что, по-моему, совершенно... Хотя нет, у этой Трикси, у нее как бы тут нам показывают зубки Трикси, да? В этом варианте нет. У нее закрыт ротик, глазки совершенно одинаковые. И реснички, и цвет. Метка разная, метка разная. Здесь у нас метка розовенькая, тут у нас метка голубая, ну, более ее... Как на поняшке и была, да? Помада одинакового цвета. Тут у нас есть брови дополнительные. Потому что тут у нас бровки второй не было, да? Вот. А тут у нас, значит, бровка вторая есть. Ура! Ну, точнее, не бровка, а линия века. Бровка тут с этой стороны только... Ну, линия века это тоже хорошо, потому что тут это смотрелось очень странно. Без линии века верхнего. Вот. И тени тут розовенькие, тут, значит, светло-голубые только на том глазике. А с макияжем они явно доработали. Вот. То есть, в новой версии у нас явно лучше макияж, хотя бы за счет присутствия века, да? Каниколон по качеству мне нравится больше в новой версии, но по количеству в старой явно его больше. Платье, ну, я тут не знаю, как, честно говоря, сравнивать. Мне кажется, Трикси там и там достаточно шикарные наряды достались. Очень симпатично смотрятся. И обувь у той Трикси тоже была такая здоровская. Сапожки на каблучке с полумесяцем, да? Вот. То есть, тут как бы одинаковые, считай. Вот. Ну, и тут более такой кэжуал вариант и очень миленький цилиндр. Что тут вот. И я даже не знаю, мне кажется, обе куклы хороши. Если вы еще не приобретали какую-либо себе из них, у вас, конечно, есть выбор. Но если вы уже покупали первый вариант, то, в принципе, по поводу второго, ну, не знаю. Она не особо лучше, чем первый, на мой взгляд. Вот. Ну, а тут, может быть, более так молодежно. Может быть, с этой точки зрения больше понравится. Мне очень нравится вот этот ее корсет смокинг, так сказать. Достаточно такой оригинальный дизайн. В других куклах я таких именно корсетов как-то не припомню. В общем, здорово смотрится. Ну, и давайте попробуем примерить ей второй наряд, как он будет смотреться. И немножко поговорим о нем. И вы знаете, второе платье меня немного ввело в ступор, потому что оно без липучки. Оно цельно сшитое сзади. И его надо было вот так вот через ноги и вот так вот натягивать на куклу. Это было несколько не так просто, как могло показаться, потому что платьица достаточно узкая. Но оно сделано из полностью тянущейся ткани. Здесь у нас вверху идет резиночка. Вот. И платьица сама тоже сделана из такого достаточно яркого, брескучего трикотажа. Все хорошо тянется. Очень уделено внимание деталькам. Вот эти строчки желтенькие красиво смотрятся на юбке, да. И топ тоже с блесточками, точнее, с звездочками. Симпатично выглядит второй платьице, несмотря на его простоту. Ну, и про туфельки я уже говорила. Они тоже очень клевые, очень подходят, в принципе, под этот наряд. Под эти разноцветные ноги. Не странно. Вот. И, в принципе, можно сюда шапочку тоже одевать, потому что, как бы, оно такого же цвета, как топ. И, в принципе, симпатично тоже смотрится. Так, стой, Трикси, не падай. Ну, первый вариант одежки, конечно, круче. Вот. Но вторые платьица в этих комплектах идут более простые. Что логично, да. Просто, как бы, топ аксессуары. Ну, насчет, можно ли сюда корсет еще добавить. Ну, в принципе, сейчас попробую. Наверное, можно. Ну, имеет ли смысл. Ну, даже не знаю. Ну, тут он, корсет уже, конечно, не так эффектно смотрится, на мое мнение, да. Вот. Ну, я не застегиваю. Ставки падают. Вот. Ну, при желании можно одеть. Почему нет? Но с тем платьем, оно, конечно, с пушистым, пышным платьем, оно смотрится ловче. Вот. Тут более такой casual вариант. Там более такой сценический, да, вариант именно, что вот на рок-концерт. А тут вариант такой более попроще, более повседневный. Очевидно, на автопати после концерта. Я бы сказала так. Вот. Ну, и, конечно, надо уложить ей челочку. Такая вот у нас кукляша. На карточке, как я уже говорила, старый арт. Вот этот вот, одно лицо. Так, закрыть. Вот. Цветного вкладыша, по крайней мере, в моей версии куклы не было. И не было никакого гребешка. Гребешков они в серии Rainbow Rocks уже докладывают крайне мало. Потому что, очевидно, с прошлых серий хватает. Вот. И в целом мне куколка достаточно понравилась. Симпатичная. Вторая по, так сказать, хотелкам из серии Dress Up. Первая была Sunset Shimmer. Еще бы, конечно, очень хотелось Sapphire Shorts. Но как-то ее в Россию к нам пока не завозили. В крайней мере, ни в интернет-магазинах в российских, ни в рознице Sapphire Shorts не видела. И Pinky, которые, что там, прикольные колготочки такие. Вот. Ну, будем надеяться, что, может быть, что привезут. Вот. А этот ролик, я надеюсь, был вам интересен и полезен. До встречи в следующих. С вам была Тома. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok